Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Мы сегодня в полном составе. Меня зовут Славян, Настенька, Артём и Родион. Сегодня я приглашаю вас в интересный выпуск. Мы приехали в Микрон Чаловский, пройдёмся здесь по его округе и посмотрим пляж. Не буду затягивать, погнали, давайте начинать. Итак, мы начинаем путь. Значит, туда уходит такая туристическая улица, к улице Ленина. Наша задача отойти до пляжа Чаловский. Здесь уже более-менее всё так оживилось, оживилось. Есть даже машины. В последний раз, когда мы здесь гуляли, тут вообще был какой-то апокалипсис. Вот я думаю, что многие из вас, кто смотрит данный выпуск, приедут именно в это место и будут снимать вот в этих вот гостевых домиках. И будете здесь постоянно гулять. Есть футбольная площадка для детворы, также есть детская площадка. Да, здесь, по крайней мере, уже вот что-то начинает открываться. Единственный минус – это железнодорожные пути, вдоль всего берега идёт железная дорога. Давайте я немножко вам покажу, а мы потом пойдём туда дальше, там зайдём на пляж. Смотрите, как это всё выглядит. Такс. Вот. А тут вот как раз уже начинается… Артём, не ходи на пути. Начинается пляж. Вот лежаки, сегодня ветрено, штормит морюшко. Вот где люди заходят, мы сейчас туда с вами и пойдём. А пока буду показывать вам вот эту вот округу. Артём, пойдёмте. Пойдёмте. Хочу сразу обратить внимание на то, что, когда вы приедете в сезон, здесь с парковками будет полная задница. Если сейчас ещё более-менее свободно, мы, в принципе, легко достаточно проканулись, то в сезон будет очень и очень проблематично, учитывая, что улицы здесь очень сильно узкие. Что касается ещё парковок, от меня лично прям бесит эта штуковина, что вот это самодельные вот эти вот все конструкции, понавтыкали что-то, столбы, цепи, ещё и возмущаются, когда пытаешься там куда-то заехать. Как вы относитесь к вот этим всем самодельным парковкам, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видеороликам. Пока всё закрыто, видите, массаж тоже закрыт, много чего не функционирует. Ребятки вот готовятся. А, к сезону что-то укатывают, закатывают. Здесь, видимо, какая-то ещё будет очередная детская площадочка. И столовая, которая вот начала функционировать. Как раз мы, видите, попадаем с вами в привоз свежайшего хлебушка. Очень тихо тут и спокойно относительно той же Эмиритинки. Я вообще, в принципе, всегда знал, что здесь район такой тихий, особенно в межсезонье. Посмотрите выпуск, когда мы здесь гуляли. Поглядите, здесь вообще и машин даже не было. Мы просто шли на улице одни. Но сейчас, по крайней мере, вот нам навстречу хотя бы идут люди. Отель. Отель с интересным названием «Пестиж». Видите, буква «Р» видимо отвалилась, а может ли там была и не буква «Р», я не знаю. «Пестиж». Да, надеюсь, они прикрепят, а то смотрится это, конечно, интересно. Так, здесь еще что-то продолжают строить. Там, конечно, здесь еще была погольная стройка. Сейчас уже вот получше. Родион, не тяни меня, пожалуйста. Так, аптека. Я вообще думаю, что в сезон это самое важное. Самое важное. Хочет сказать, самый важный магазин. Короче, аптека это важная штука в сезон, потому что здесь, вот сколько мы здесь купались, всегда ловили какую-то палочку. И потом всей семьей отдыхали на койке дома, потому что вода здесь, как правило, очень грязная. Есть магазин «Пятерка». Смотрите, вот такой вот большой отель. Как он называется, не знаю, не подскажу. Так ориентир просвещения 157B. Гриль-бар. Море там дальше, Родион, почти мы пришли. Но «Пятерка», я не знаю, походу она здесь и не работает. А может быть просто с другой стороны. Есть зато другой супермаркет, без названия, просто супермаркет. И в нем же есть столовая. Пока вот эти все палатки не открылись, почему-то. А вот тут вот вход на пляж. Южный, вот туда сейчас и пойдем. Вон там был пляж просто Южный, здесь пляж Южный-2. Кстати, вот мы по вот этому переходу никогда не ходили, поэтому здесь с вами сейчас идем первый раз. А дальше, если пройти, там как раз Чкаловский. Он здесь уже все встречает. Видите, продают пахлаву, всякие турецкие сладости. Осторожно, поезд. Прям такая табличка, чтобы уж точно прочитали поперек. Здесь постоянно катаются поезда. Лично по нам так доставляет дискомфорт. Пляж Южный. И заходим с вами на пляж. Простите, если забывает ветер, но вот как-то так. Что тут у нас? Какой-то кафе. Давайте покажу вам по ценам. Завтраки, закуски, блюда, паста-пицца, вино, пиво-вода. Вот. И такой красивый очень интерес и интерьер с великолепным видом на морюшко. Тут же сразу можно взять какие-то экскурсии, покататься. А здесь еще что-то откроется. Запоминайте, это пляж Южный 2. Как фильм прям. Южный 1, Южный 2. Хе-хе-хе. Да? Видите, даже есть душевая Южный 2. А там, видимо, есть душевая Южный. А там, видимо, душевая Южный 3. Здорово, что поставили уже мусорку. Это очень хорошо. И вот такой вот пляж. Видите, здесь еще ездит техника. Еще улучшают, готовят. Так, у меня вот прям все в тапке сразу забилось. Людей очень мало. А вот этот гостевой домик. Давайте мы сейчас с вами пройдем на волнорез. Вот тут ребята, видите, трудятся. Все обустраивают. Вон там начинается пляж Чкаловский. А пойдем на волнорез, посмотрим, как все выглядит. Вот, чтобы вы понимали, какой сильный ветер сегодня. Видите, как круг спасательный болтается. Слушайте, посмотрите, какое грязное морюшко. Море, море, хватит быть таким грязным уже, а? Я еще так оделся по-летнему, посмотрите. У нас вроде 20, но холодно. Ветер прям северный. Ой, волна сейчас меня бабахнет, походу. Здесь скользко. Я надеюсь, меня не несет. Холмы. Воу, тише. И вот так вот это смотрится с волнореза, ребята. Вот оно, кафешечка, да? И вот эти гостевые номера, конечно, они прям прикольные. Ценность у них прям, ну, реально бомбическая. И вон поезд идет. Сейчас тут проскочится. Все, вот так вот, если вы решите здесь отдохнуть, то выглядит это вот так. Вот, кстати, в переходе есть столовая. Вот я вам покажу по ценам. Вот можете ознакомиться. Либо вот комплексные завтраки, обеды. С 8 до 20 работают, а мы сами, в общем, вот опять вышли на эту улицу. Южный 2 вы посмотрели. Как тебе Южный 2? Что лучше, Южный 1 или Южный 2? Не везет. Да, слушайте, вот по нам это вот не наша история. Мы бы здесь не отдыхали. Конечно, как вам. Смотрите сами, может быть, кто-то очень любит вот это. Я не знаю, если это можно назвать спокойствие, то это спокойствие. Либо вот именно такой формат пляжей вам нравится. Я единственный вижу плюс таких пляжей. Это то, что можно попрыгать с волнорезов, понырять. Чего, например, вот в Амеретинке, конечно, не хватает. Дальше, смотрите, начинаются снова вот, короче, вот эти гостевые дома. Есть вот такая вот большая парковка. Мы, кстати, вот тогда, когда здесь гуляли еще в межсезонье, да, мы оставляли машину тут. Я не знаю, кому относится эта парковка. Мы сейчас вообще куда-то загнали ее прямо под шлагбаум. Я надеюсь, что шлагбаум будет открыт, когда нам надо будет выезжать. Вот, в принципе, на достаточное количество машин тут парковка. Вот, а вот уже есть указатель проход. Ну, по крайней мере, вот в этих всех гостевых домах появилось движение на балконах, то есть висят тут полотенца, майки, шорты. Ну и судя по парковке, да, конечно, она забита. Очень много людей приехало на майские праздники. Вот, у кого-то уже просто отпуск начался. Здесь вот как и был ремонт, так он и остается. Ничего здесь не делают, я не знаю. Может быть, когда-то здесь будут номера сдаваться с видом на железные пути. Прекрасный вид. Я не знаю. Блин, ну не по мне, так это что-то как-то, ну... А, слушайте, а это, короче, снова пляж Южный Бувай. Только другой заход. Видите, здесь такой узенький проход. Стой, Родион, под коляску. Вот тут ходят поезда. Пойдемте, перейдем. Быстрее давайте, проходите. Вон там вдалеке, да, идет поезд, надо побыстрее. С 1 ноября по 1 июня пляж не работает. Купаться строго запрещено. Выгул собак за разведен. Но запрещено, костер тоже запрещен. Отель вокруг света. Вот здесь есть информационная такая штуковина. Можете почитать, да? И вот он пляж. Вот тут идет полным входом подготовка, открытие этих беседочек. Что-то здесь будет туристическое. Вот он пляжик. Так, я пока не знаю, что здесь будет, но вот есть такая информация. Лежаки платные. 200 рублей на весь день. Кстати, это очень дешево. Обычно 2 сотки в час берут. В час же, да, по-моему, берут лежаки? А здесь 200 в час на весь день, смотри. Ну, в принципе, это, кстати, вот приятная цена на самом деле. Также здесь есть такие штуковины. Не знаю, работают они, не работают. Вот, можно зарядиться час 100 рублей и оставить свои личные вещички. Здесь тоже людей мало. То есть вот мы были сейчас там, где трактор. А сейчас мы пришли сюда. Это тоже Южный 2. Так, тут, я не знаю, это отель, наверное, какой-то, наверное, функционирует. Но пока все заколочено. Я так понимаю, что там за забором это и есть настилы, которые здесь разложат. Но пока, короче, все в таком состоянии. А дальше забор. И это и есть пляж Чкаловский. В общем, ребята, вот за забором, как я уже сказал, это пляж Чкаловский. То есть можно вот так вот тут перелезь аккуратненько, да? Вот так вот там спрыгнуть и пройтись. В принципе, он ничем не отличается от Южного и, в принципе, типичен хадлерских пляжей. Да, он длинный, большой. Также нужно через дорогу будет железнодорожные пути переходить. Ставят кабинки новые, деревянные. Их покрасят в белый цвет. Лежаки уже можно брать в прокат. Я хочу с вами пройтись по волнорезу. До конца дойдем, показать вам море. Оно ужасно грязное. Посмотрите, сколько медуз. Вообще, какое-то пятно. Вот мне просто многие пишут, да нет, тут море чистое, нормальное. Я не знаю, какое оно, блин, чистое. Вот я вот сколько не приезжаю сюда, пытаюсь найти здесь чистое море, а оно всегда грязное. Еще вон купаются так долго. Так, я надеюсь, нас волна не собьет. Скользко. Сегодня море бушует. Ой, какая сильная идет. Та-та-та-та-та. Бьемся. Сбоку по ноге. Так, покажу, как выглядит. Вообще просто весь берег усыпан вот этими страшными волнорезами. Вон Южный 1, Южный 2, где вот мы с вами были. Теперь мы здесь. Этот отель. Дальше такая пустота. И пляж Чкаловский. Я предлагаю прогуляться сейчас по улицам вот этого микрорайона Чкаловска. Еще посмотрим на цены в столовых, магазинах. Давайте там пройдемся. Вообще, ребята, если вы сейчас смотрите этот выпуск и еще думаете, и сейчас думаете, куда поехать в Сочи отдыхать, либо в Крым отдыхать, то у нас есть по Крыму классный наш авторский гайд. Сейчас презентацию вловите. В 2019 году мы пропутешествовали весь Крым, снимая отели, гостевые дома, ну, в общем, недвижимость. В 2020 году мы пропутешествовали Крым путем бомжуя в Крыму. Мы путешествовали с палаткой. Вообще зашло. И вы знаете, Крым это удивительное место, очень интересное. Но там есть и вопросы, и затыки, которые нам приходилось решать в 2019 году и в 2020. Так вот, мы написали свой собственный гайд авторский, который поможет вам пропутешествовать Крым с легкостью, с наслаждением. Вы кайфанете. Приобрести наш гайд можно очень просто, просто написав нам в директ. Почти 100 страниц, весь наш опыт, около 150 локаций. Путешествуйте. А для тех, кто выберет отдыхать в Сочи, у нас совсем скоро тоже будет готов гайд по Сочи. Мы здесь все облазили, прожили суммарно, получается, здесь год. И вот уже почти доупаковали гайд. Подпишитесь на инстаграм, на мойнанасин. Мы там сделаем презентацию, и уже можно его будет приобрести. Цена будет такая же минимальная, как и на гайд по Крыму. Давайте пройдем в город. В общем, мы с пляжа ушли. И пойдем сейчас смотреть здесь, какие есть гостевые домики, какие есть палатки и магазинчики. Ну, а вы сами, соответственно, ознакомитесь, посмотрите, да. Помните, что снимаем максимально для вас, чтобы вы выбрали, где вам отдыхать, сориентировались по району. Потому что, ну, действительно, Сочи город такой очень большой, он очень сильно растянутый. И хрен его пойми, да, где лучше всего снять. Сами через это проходили. Просвещение 147Б. Как ориентир, запоминайте. Вот можно в этом отельчике снять. Единственное, что вроде солнце светит, но вот эта громадина закрывает все солнце. Дом бетонный. Мне кажется, что там холодно и сера жить. Вот. Вот здесь какой-то клуб. Закрыт до июня. Что за клуб непонятный? Какой-то подпольный, наверное. Родион, ты так игрушку портишь свою. Так. А, это какой-то интернет-клаб. Не знаю. Вот сразу на углу есть экскурсии. В принципе, отстой. Стандартно. Так и везде. А мы пойдем с вами прогуляемся вот в эту сторону. Магазинчики. Ну, такая мелочевка. Все это, понятное дело, что работает. Здесь прям тихо, тихо и спокойно. Улица это называется. Вот тут ссылочка всплывет, да? Посмотрите. Ну, в целом, в целом, ну, нормально. Тихо, спокойно. Вот кому нравится вот тишина, спокойствие. То, мне кажется, это прям очень-очень хороший вариант. Магазин тысячи мелочей. И дальше домики, домики, еще раз домики. В общем, вот тут пооткрывались такие палатки. Всякие сувенирные лавки, да? А здесь еще закрыто. Есть вот указатель столовая. 10 метров. Ну, очень тихо и очень спокойно. Спокойно. Вот я почему-то думал, что здесь прям будет гораздо движуху повеселее. Но нет. Наверное, первого числа каждая палаточка откроется. Все заработает. Как ориентир просвещения 163. И вот-вот такая атмосфера. Растет анжир. Прямо вот здесь вообще, кстати, много. Смотрите. Еще рано. Где-то в сентябре. Видите, сколько деревьев анжира. Слушайте, я давно такого не видел. В последний раз столько деревьев видел только в Крыму. Твердый еще. Конечно, ему еще расти и расти. Собственно, сейчас подходим мы к улице. А, короче, здесь все, это улицы просвещения. Машина, отходи, Родион. В общем, сейчас подходим мы к улице, на которой мы оставили машину. Единственное, что мы там оставили ближе к морю. А это такая просто прямая. Ну, достаточно. Палаток открылось только пока людей нет. Да, атмосферка. Вот такая вот улочка. Давайте с вами дойдем до улицы Ленина. Посмотрим, прогуляемся по этой улице. Кафе, музыка, игра. Единственное, вот пока по ценам Дании не сделали. Нет, мы пока не едем домой. Вот. Выпечка тут. Так, вот ориентир. Шкаловая, 70. Тонда-йока, кавказская кухня. По ценам тоже там ничего не написано. Вина Кубани. Смотрите, две звезды. Гостиница, Исабелла. Шкаловая, 66, как ориентир. Инжирчик. Вот в сентябре здесь будет хорошо. Можно будет безлимитно лопать инжир. Да, слушайте, закрыто много. Я, конечно, когда мы сюда заезжали, я думал, здесь будет гораздо все больше открыто, но пока нет. Вот люди только готовятся к открытию, натирают витринки. Молодцы. И даже пока столовые закрыты. Единственное, что обращаю внимание, когда вы здесь паркуетесь, очень и очень много знаков с эвакуацией. Эвакуаторщики уже начали работать и работают мгновенно. Вы даже не успеете ничего сделать. Дорога Родион. Какая тачку заберут? Туда еще один идет проходик. Да, я не знаю, как здесь будет летом, но сейчас от машины трафик очень прям оживленный. Да, вот вы видите, сколько машин проехало. И идти дискомфортно. Причем они и в лицо, и сзади начинают ехать. И с детьми, конечно, неудобно, учитывая, что здесь вообще нет никакого тротуара. Я вот, я не знаю, у меня, конечно, центр Адлера, я не знаю, что сказать. В общем, я думаю, вы поняли. Уходит туда проулок, но это, видимо, к гостевым домам. И вот мы с вами уже попадаем на улицу Ленина, которая, друзья, стала стоять очень серьезно, что в сторону Сочи, что в сторону Сириуса, там, Абхазии. Вот, стоит, постоянно стоит, я не знаю. Ну, круглосуточно нет, но с утра до вечера пробки, пробки серьезные. Все, и вот она пошла улица Ленина. Что, ребята, вот такой вот выпуск получился. Жмякайте на лайк, либо дизлайк, если вам не понравился. Пишите свои комментарии, как вам пляж Южный и Очкалос. Как вам эта округа? Как вам цены, которые я смог вам показать, показал? Подписывайтесь на канал. Делайте репост данного ролика. Увидимся с вами уже завтра в новом видео. Пока.